Привет дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Наверное наши уважаемые зрители заметили, что команда Техноенота питает особо нежные чувства к масштабным моделям и всему что с этим связано. Поэтому не смогли разумеется пройти мимо 27 международной выставки ЖМ-2019, которая прошла с 23 по 31 марта в стенах Центрального музея ЖМТ России в Санкт-Петербурге. Буквально совсем недавно снимали репортаж об этом музее и вот вновь мы там и представляем вашему вниманию небольшой видеоотчет. Выставка уже традиционная, на этот раз она собрала участников из России, Латвии, Финляндии и Чехии. А всего было представлено более 500 масштабных моделей подвижного состава и это не только статичные модели, но и движущиеся. Работал большой макет общей длиной более 30 метров, который собран из модулей разных участников выставки. То есть моделисты выполняют каждый свой участок дороги, отображающий различные уголки России, а потом на выставке стыкуют в единое целое. Очень интересно смотрится и можно наблюдать за движением поездов и разглядывать части макета, наверное, бесконечно. По билету с выставки можно было пройти на вторую ее площадку, которая располагалась в бывшем здании администрации Дмитровского района. Там была представлена модель магнитно-левитационной транспортной системы. Это когда на эстакаде длиною в несколько метров двигается макет тележки на магнитной подушке. Интересно, но уже, к сожалению, не хватило нам ни времени, ни сил, чтобы увидеть все это своими глазами. Когда начинаешь думать о том, сколько труда и времени вложено в каждую модель, то просто голова идет кругом. Сделать все эти локомотивы, вагончики, деревца, домики и прочие элементы ландшафта – это очень кропотливая работа. А сколько финансовых вложений нужно сделать? Можно только догадываться. Тем удивительнее, что самому младшему участнику выставки всего лишь 9 лет. Хорошо, что проходила она в период школьных каникул, и молодые любители железнодорожного транспорта и масштабных моделей смогли интересно и с пользой провести время. И не только школьники могли с пользой время провести. В рамках выставки проходили различные тематические семинары и конференции. В общем, любители масштабных моделей и железных дорог могли получить большое удовольствие. Ну а тем, кто пропустил, стоит, наверное, запланировать посещение следующей выставки в Центральном музее железнодорожного транспорта Российской Федерации. Это один из наиболее посещаемых научно-технических музеев Санкт-Петербурга, да и России, пожалуй. На этом мы с вами прощаемся, но никуда не уходите, посмотрите еще кадры с выставки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. С большим приветом из города Героя Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok